В связи с распространением коронавируса, многим звездам пришлось отменить концерты и съемки. Некоторые звезды отнеслись со всей серьезностью и пониманием к вынужденной мере и самоизолировались дома. Но это сделали далеко не все. Давайте посмотрим на то, как проводят время наши звезды во время карантина. Анастасия Ивлеева дома не скучает и развлекается как может. Укрепляет иммунитет, танцует, устраивает прямые эфиры с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой. Я тогда трезвая была, а сейчас у тебя семья в сборе. И я тебя помню тоже. Спасибо, приятно. Как вы прекрасно выглядите. Карантин вам на пользу. А то дома посидеть. Слушайте, это из фильтров. Это мы за регистрацией, Алла Борисовна. Я извиняюсь. Очень хорошо. Чтобы вы понимали, даже я с фильтров сидела. Максим Галкин и Алла Пугачева также проводят время дома с детьми. Максим демонстрирует зрителям, как соблюдает рекомендации Минздрава. Тщательно моет руки, не забывая при этом про поэзию. Звездная семья снимает смешные вайны. А Гарри и Лиза проводят ритуал изгнания коронавируса. Раз, два, три. Коронавирус уйди. Яна Рудковская гламурно подошла к карантину. Продюсер носит только стильные защитные маски, украшенные цветами. Не отстает от нее Филипп Киркоров. Ему Яна подарила черную маску, также с цветами. Друзья мои, не забывайте носить маски, обязательно дезинфицировать руки. И самое главное, не бойтесь ничего. Филипп Киркоров знает, что он же мейтинг, он говорит, что все равно все будет хорошо. Все будет так, хорошо. Наташа Королева пошла еще дальше. Она обзавелась маской, инкрустированной камнями и стразами. И пока некоторые звезды демонстрируют в Инстаграм свои необычные маски, другие звезды зарабатывают на масках. Кетти Тапури и группа Little Big разместили у себя в аккаунтах Инстаграм фотографии тканевых масок с принтами под собственными брендами. Теперь каждый желающий может приобрести маску от Кетти Тапури за 1500 рублей, а маску от группы Little Big по 1000 рублей. Ребят, для всех поклонников бренда Кетти Ван у нас появились маски. В аптеке невозможно сейчас купить, поэтому мы их создали. Правда, покупателям следует помнить, что маски не медицинские, а сувенирные. И вряд ли служат надежной защитой от вирусов. Зато смотрятся стильно. Сергей Лазарев, заядлый спортсмен, сокрушается о том, что закрыли фитнес-клубы. И смеется над повышенным спросом населения к туалетной бумаге. Вера Брежнева сообщила о том, что сидит дома. В отличие от нее, Андрей Григорьев-Аполлонов отправился на отдых в оздоровительный спа. Пожелайте мне легкого пара. Жизнь прекрасна. Красные поляна. И массаж. Кристина Арбакайте рассказала о том, что сидит дома и привыкает к новому режиму. А модный критик Александр Васильев даже на карантине не забыл поздравить свою коллегу-соведущую, Надежду Бабкину, которая недавно отметила свое 70-летие. Надежда также соблюдает карантин и носит медицинскую маску. Павел Воля, Вадим Галыгин, Павел Деревянко, Квартет И, Михаил Шафутинский, Катя Лель, Лера Кудрябцева и другие знаменитости продемонстрировали в сети, как правильно мыть руки. Дмитрий Шепелев отправился на прогулку в центр столицы без маски и тут же получил комментарий от подписчиков о том, что он плохо соблюдает правила карантина. Игорь Николаев вместе со своей дочерью шлет своим подписчикам безопасный воздушный поцелуй. А Олег Газманов читает стихи. Я на карантине. Камешки былых воспоминаний катятся дорогой нашей жизни. С сожалению, об отмене концертов сообщили в своих аккаунтах Дмитрий Билан и Стас Михайлов. Они выразили обеспокоенность и попросили своих подписчиков позаботиться о своем здоровье. Это испытание, своего рода испытание, испытание для всех, для нас с вами. В связи с последними событиями с пандемией и тем, что с каждым днем появляются зараженные люди. Анастасия Шубская, супруга именитого хоккеиста Александра Овечкина, объяснилась своим подписчикам, почему ее семья купила так много продуктов. Модель находится в положении, и для их семьи подвергать себя лишним рискам, выходя в магазины за продуктами, не стоит. И только звезда клипа Little Big Дмитрий Красилов, известный публике как Пухляш, продолжает работать. На днях он принял участие в съемках программы «Вечерний орган», а уже через день поехал на съемки программы Елены Малышевой «Жить здорово». Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.